Я поддерживаю предложение Терехова насчет этого питания. Многие люди потеряли работу, нет никакого финансирования, и вот Терехов не очень помогает. Меню меняется каждый день, мы уже почти привыкли, но будем говорить так, меню нормально. В принципе, я сюда не часто хожу, но бывает, что это самое, да, бывает. Да, я получаю пенсию, где-то что-то сэкономила, я здесь получила, а где-то что-то переделала, где-то что-то добавила. Уже как-то, ага, там где-то что-то хорошенькое лежит, а тут уже что-то, да. Но я очень благодарна, хочу сказать, я очень благодарна, что, допустим, нам какие-то обеды дают, да, какая-то помощь, какая-то помощь. Я очень благодарна. Каждый день, кроме субботы, воскресенья. Великолепно, ну что, смотрите, налички нету, нечего, девочки хорошо готовят, так что жалоб нет во всяком случае. Ну, сколько оно просует, почти каждый день. Вот так оно, да. Потому что я вам скажу, честно, я не знаю, вы там были, не 60 роков, а работы. Фактически не наша. Понимаю, а много помогает, очень много. Нам, понимаете, пенсионерам вообще сейчас тяжело жить. А здесь очень большая помощь. Девочки так внимательные, так, видите, ухаживают и сами складывают, и сами закрывают баночки. Очень, очень довольна. Большое, большое просто спасибо, кто вот это все сделал. Я вам говорю, что я почти каждый день хожу, каждый день. И тем более, я сейчас хожу действительно каждый день, так как у меня появились с Херсона люди, беженцы. И здесь действительно, они не знают города, не знают ничего. Я им помогаю таким образом. Мне помогаете, а я им помогаю. У нас очень вкусно готовят. И очень добрые девочки. Все хорошо у нас тут, понимаете. И неплохо, что вот это организовали, потому что остались одни старики, пенсии маленькие. И мы вот рады булочке, рады супу. Нормально готовят, очень вкусно. Мы им очень благодарны. У нас электропечки. Зимой было очень тяжело, не было, ну, света. Поэтому они нас очень выручали. И чайок горячий всегда, и питание горячее. Мы очень благодарны им. Спасибо. Идем. Пенсионеры – это такое подпорье. Дети ждут булочек. Бабушка принесется в школу. Спасибо очень. Очень, конечно, положительно получилось. Помогает вот хоть немножко как бы людям помощь какая-то. Особенно вот инвалидам. Некоторые есть люди вообще негде достать ни денег, ничего. Вот они им помогают. Каждый день жена больная лежачая, тёща больная лежачая, соседку кормлю тоже после операции больная. Вот. Отслуживают очень быстро, хорошо, вкусно. Спасибо им. Харьков оказался в зоне боевых действий. В частности, я инвалид второй группы осталась без работы. Вы знаете, что мы находились год под обстрелом. Имею пожилых родителей, которым 82-80 лет. Здесь как семья. Тёплые отношения, забота, великолепное такое дружеское отношение. Всегда приходим, все люди спешат сюда, потому что понимаем, что мы не знаем, что будет дальше. Только слава благодарности. Потому что, ну, такие обстоятельства. Я, например, осталась без работы, как многие люди. И, естественно, утром приходишь, после этих ночных обстрелов крыша едет, что и как. И здесь мы находим какое-то тепло. Естественно, большое спасибо за оказанную помощь населению. Дуже добрая, довольная, помечная, материально. Готируют смачно. Обслуговывание тоже, девочки, очень необходимое. Мы довольны, соблюдается все, все чисто, аккуратно и смачно. Дякую нашему Терехову, нашим волонтерам, что нам дополняет такую крупную хвилину, такий час. В нашем ЗСУ очень ждемо перемоги.